Всем еще раз хорошего утра. Вот сейчас вы видите такой экран прибора, который, я не знаю, как называется, по-моему, визир, да? Сегодня Василий Шибко, инспектор полка ДПС у нас в гостях. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Визир 2М? Да. Точно? Это какая-то новая модификация или это уже послужившая? Ну, их всего две модификации визиров, просто визир и визир 2М. Это вот более новый. Более, что он позволяет сделать? Он позволяет фиксировать, как любые разные правонарушения, то есть выезд на полосу встречного движения, еще какие-то нарушения. И в том числе и работать как радар, то есть измерять скоростной режим. Вот сегодня мы попробуем как раз это сделать, да, на машине Антона. Степан, идите за камеру, давайте будем пристально смотреть в этот экранчик. Я даю ему отчет. Да, ради бога. Смотрите, наш капитан Улитка ускоряется. И что? 31 километр в час. Это просто здорово. Поздравляю, вы не зря обладаете этим шикарным автомобилем. Вы набрали 31 километр в час. Это мой новый рекорд. Обычно до 15 я разгонялся. Сегодня позволил себе полихачить для того, чтобы испытать это приспособление. Как часто вот приходится полицейским работать вот с таким оборудованием? И чаще всего когда происходят вот подобные замеры скорости? Замеры скорости происходят, как правило, там, где ее нарушают. Нарушают скоростной режим. И, конечно же, в зависимости от анализа аварийности, если из-за нарушения скоростного режима происходит ДТП, как правило, там он и используется. Практически ежедневно. А до какого предела они измеряют скорость? То есть максимум какой может быть? И когда мы сегодня хотели от вас... Идите еще раз пройти. Мне просто интересно, самолет можно посмотреть, лететь с какой скоростью? Нет, нет, нет. Он порядка 300 метров начинает вести цель. И уже инспектор самостоятельно следит по монитору, для того, чтобы была доказательная база, чтобы было видно госномер. А сколько секунд нужно продержать автомобиль, чтобы он отфиксировал скорость движения? Там буквально пара-тройка секунд. То есть в его поле зрения, в поле зрения радара попадает... Любой предмет? Я могу пробежаться на скорость? Вы слишком маленький. А если я поближе буду? Неважно. Вы пробовали на кого-нибудь бегущего? На людях. Не очень получается. Атон, ну попробуйте, два метра пробегите буквально. Давайте на него доведемся. Сейчас посмотрим. Я руки широко расставлю сейчас. Наверняка будет быстрее, чем у автомобиля. Бегите! Он показывает 20 км в час. Показывает 20, даже 28, мне кажется. Вы молодец. Давайте на машине, давайте на машине. Ну, вам лично, вот какую максимальную скорость приходилось фиксировать у нарушителей? Что удивляло у красноярцев? По 80 км в час. На коммунальном мосту, да? Нет, нет, нет. Это было за городом, но наша территория Красноярска. То есть это вот в сторону города Девногорска, северное шоссе, Несейский трасс. Где, в принципе, неплохое покрытие, да? Да, неплохое покрытие. Есть где, как говорится, разогнаться, но ограничения есть. То есть да, ну, ездят люди, разгоняются, нарушают у нас еще пока до сих пор. А вот на ваш личный взгляд пора уже немного повысить порог скорости на загородных трассах, потому что ГОСТы все равно очень старые были. Сейчас вроде бы не такие плохие дороги на федеральных трассах. Своё субъективное мнение, как бы я считаю, что нет. 90 ехать до Москвы? Можно превысить на пару километров, это не возбраняется, но не больше. Понятно. Но лучше все-таки 89 всегда держать. Так любой водитель среагирует. Давайте еще раз замерим. Жми максимально, Антон, жмите максимально на свои педали. Он же раскручивает там, знаете, снизу. И в этот раз он поставил свой собственный рекорд. 35-36. 35-36. Если мы здесь еще денек постоим, то, может быть, вы сделаете и 40. Скользко. Давайте в свой путь, я не хочу в шлагбаумно остановиться. Проводятся какие-то рейды, вот ближайшие какие будут? Вы предупреждаете о них. Как правило, да, в СМИ освещают, что водители, особенно на выходных днях, когда люди у нас стараются ехать за город, когда из-за больших потоков у нас попадаются лихачи, как правило. Из-за этого могут возникнуть ДТП. Вот для этого мы, как правило, проводим рейды, особенно это вот... Ну вот сейчас еще, кстати, у меня один маленький вопрос. Вот сейчас за окном такая достаточно некомфортная погода для любой электронной техники. Дождь. Защищена. Морозы. Здесь проблем нет. Только руки страдают, наверное, да, когда держишь? В мороз, да. Но опять же здесь регулируется под перчатку без проблем. Хорошо, спасибо огромное. Василий Шибко, инспектор полка ДПС. Люди, которые в любую погоду несут службу. Спасибо им большое за работу, друзья. Ну а мы продолжаем нашу программу, так что не переключайтесь.